Друзья, всем привет! По многочисленным просьбам делаю обзор на iWork 10 Super OEM именно в части работы его планшета, именно при работе с Windows Market. После первых обзоров появились много вопросов, а можно ли тут запустить Asphalt 8, а можно ли играть вот Blitz, а покажите как работает Modern Combat 5. То есть фактически многие из вас задают вопросы на цели на то, чтобы использовать планшет не только там для учебы, не только как полноценный ноутбук, а еще как игровую приставку, как Android-планшет, запускать эти мобильные приложения. Без проблем покажу. Если у нас есть Windows Market, это аналог Play Market на Android, с него можно без проблем устанавливать игры, программы, приложения, все что захотите. Например, можно Viber поставить, может в Одноклассники. Да, то есть все те преимущества, которые есть на Android, есть в Windows Market. Причем эти программы также абсолютно бесплатные. Можете без проблем поставить ВКонтакте, Viber себе установить, Андоклассники. То есть эти приложения Shazam ставятся абсолютно без проблем. Выбираете его, нажимаете установить, в данном случае получить. Он загружается на сам планшет и потом вы без проблем им пользуетесь. То же самое касается этих игр, которые я озвучивал и многих других игр. Сейчас мы запустим их протестируем. Давайте начнем с такой популярной игрушки как Мир Танков, а именно ее мобильная версия. Вот Blitz. Так, сейчас где-то я ее найду, я ее устанавливал. Так, вот и Combat, FIFA, Asphalt 8. Так, сейчас мы ее надыбаем. А вот, вот Blitz, да. Какое преимущество еще при работе с Windows планшетом? Ну, безусловно, то, что у нас есть возможность его использовать как планшет, то есть у нас запускается опять же те мобильные приложения, о которых я говорил, но и к тому же это еще полноценный ноутбук. Поэтому, если мы рассматриваем приобретение устройства с точки зрения выгодных капиталов вложений, не просто какая-то игрушка будет, да, а в дальнейшем, когда понадобится учеба, там, работа с офисными приложениями, просто там редактирование чего-либо, то, конечно, Windows планшет имеет огромнейшее преимущество. Так, давайте зайдем в настройки, посмотрим, на каких настройках. Максимальные настройки у нас идут по игре, графике. Давайте запустим, поиграем. И, конечно, еще огромный плюс. Безусловно, можно играть на планшете и в эту игру тоже. Здесь на Windows можно играть руками, тачскрином, но в таких играх, как Вотблиц, гораздо удобнее пользоваться клавиатурой и мышкой, гораздо удобнее фокусировать изображение, то есть фактически целиться, да, какие-то маневры совершать. То есть мы имеем, например, того же пользователя на Android, того же пользователя на Windows, то, конечно, на Windows не будет преимущества, поскольку управление огромное преимущество именно с мышкой. Это клавиатура, которая идет, под нему подходит, как я говорил, да? Так, давайте теперь попробуем куда-нибудь поехать. Опять же, Грокс меня не очень, поэтому прошу прощения у команды заранее. Танк быстрый, но у него пушка перезаряжается очень долго. О, это мы захватываем базу вдвоем уже? Или я один? Ладно, мы не будем захватывать ножки, поиграем, тестируем игру. Видимо, что FPS у нас достаточно... Ого, меня он сверху какой-то чувак навалял, причем так четенько. FPS у нас, видимо, в районе 50 даже, даже в снайперском режиме, то есть более чем играбельный. Графика у нас хорошая. То есть, мой вот Blitz можно играть абсолютно вообще без проблем и максимально комфортно для себя. Ой-ой-ой. Кто-то он там стреляет. Нет. Или уехал куда-то. В общем, непонятно. Вон они объезжают. Есть здесь индикация. Вон он уже выехал. Да-да-да-да-да-да-да. Типа пробил. Ну-ну-ну-ну. Дайте, дайте попасть. Ох, и перезарядка долгая. А, у меня, наверное, бое... Как это там? 9. Ну что, успеем мы его? Нет, не успели. Так сказать, коллеги по команде его отправили в ангар. Ну, опять же, видим, игра максимально комфортная. Ничего не фризит. Говорится, играешь и получаешь настоящее удовольствие. Все, захват базы. И мы выиграли. И я еще даже успел кого-то снять в конце из-под тяжка. Все, бой окончен. Идем дальше. Тестируем следующую игрушку. Давайте, наверное, сейчас протестируем Asphalt 8. По игре очень было много вопросов. Пойдет, а пойдет, а как пойдет? Она максимально не пойдет, а как можно управлять? Ну, давайте проверим. Игра имеет миллионы поклонников. И, опять же, повторюсь, можно управлять игрой с планшетом, то есть в режиме планшета, без проблем. А можно, кстати, управлять с клавиатурой. Что, к примеру, тем пользователям, которые выросли на PC-платформах, которые привыкли к клавиатуре, гораздо удобнее пользоваться клавиатурой, нежели тачскрином. Но, опять же, везде есть свои преимущества. Так, игра. Что это такое? Не вада. А, кстати, настройки показать. Настройки, настройки, настройки. Настройки. Управляем звук и дисплей. Максимальные настройки видим. И сейчас попробуем проехаться. Грамм. Невада. Далее. Далее. Начальник. Повторюсь, отвечу на вопрос еще раз, что можно играть как с клавиатурой и мышкой, так можно снимать планшет и пользоваться им там просто режиме планшета. Абсолютно все без проблем. Преимущество мышки и клавиатуры, конечно, присутствует. С Android-ом такие фокусы у вас не пройдут. А если там настраивать клавиатуру и мышку, то нужно танцевать с губном очень долго и очень нудно. Ну что, поехали. Как тут ускорение включается. Так как тут прикольная ручка. Ой, красивая у нее графика. Дороги. Как-то занос. Это ускорение. А занос у нас... Не помню. Control-канц. А, вот. Control. Полетели, полетели. А ну-ка в заносик войдем. Здесь красота. И сейчас попробуем взлететь. Взлетим, взлетим, взлетим. А ну в полете. Опа, получилось. Развернулись в полете. Это когда зажимаешь одновременно... То есть когда ты практически попадаешь на трамплин и еще как-то там дрифтишь. Держу занос, вернее. Ну, видимо, что без проблем. Максимальная графика. Максимальное удовольствие. И... То есть можно... Снять планшет. Да, вот, например. И управлять. Так, продолжить. То есть фактически никаких ограничений ставим обратно на... И управляем с клавиатурой. Ясненько. По... Так, как у нас здесь выйти теперь? О, все, понял. Так, закрываем GTA. То есть, вернее, асфальт 8-й. И идем дальше. Следующая игрушка, которую тоже просили поставить. Это у нас будет Modern Combat 5. Где эта игрушка? Тоже. Вот здесь вот гораздо удобнее работать с клавиатурой, мышкой. Поскольку та же удобнее целиться. Опять же, есть люди, которые с нами поспорят. Кому-то может удобнее играть с тачскрином и дисплеем. Но мне, как человек у вас, выросшему на клавиатурных PC-платформах, безусловно, удобнее в таких вот шутерах управлять с помощью мышки, прицеливаться и клавиатуры. Конечно, есть вариант, что подключить джойстик. Да? Вообще будет, как игровая приставка. Ну, всякие роднее, как-то клавиатура и мышка. Опять же, эта игрушка тоже идет на высоких настройках. Все спецэффекты присутствуют, детализация хорошая. Можем, кстати, одновременно пользоваться тачскрином. Увидим. То есть, когда я работал, я даже на андроиде, этот был дрем... Дос видос. Так, что у нас здесь? Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Лови. А, лидер? Получай, 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 получай. Ага. Так, где там у него... Где-то я видел, что-то валялось, нет? Ничего не валяется, нет? А где пушка? Пушка, пушка, пушка. Пушка. А, вот. Опа. Что-то мы другое получили. Убойное такое. Ну и вот, смотрим, игра абсолютно без проблем. Давай, поднимайся. Красивая графика. Почему можно играть совмещенно? Видим. Использовать тачскрин, использовать клавиатуру, мышку. Прыжок. Ну, как он прыгает? А, вот так вот. Контакт. 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 Вертолет он летает. Кручатская гамма. Мне все-таки, конечно, удобнее играть на клавиатуре мышки. Безусловно. В сравнении просто с планшетной ориентацией и тачскрином. Контакт. Лови, 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 свинец. Опа. Сняли. Прямо с лодки снял. Перезаряжаемся. На тебе. Садимся в лодку. А, все, будем стоять по вертолету. Получай. Сашить гранату. Какая красотень. Да, целится, конечно, удобнее гораздо с помощью мышки. Давайте, взрывайтесь. Где-то. Лови, 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 лови. Лови, 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 лови. Где-то вертолет. Опа. Спецэффекты. Волну погнала. Красота. О, он уже дымится. Это вражеское летающее безобразие. Давай уже, давай. Ну. Сколько уж там нужно попасть раз. Лист. Развищаю этим эвакуациям. Все. Веркаль бабахнули. Миссия пройдена. Все, ребят, идем дальше. Так, что у нас там дальше идет по... А, просили еще игрушку поставить. Раньше редко я ставил. Орден хаус. Онлайн морг игра. Как морг, как называется там. Так, перейти в полноэкранный режим. Типа тут создаешь себе эпического героя. Играешь по сети. Проходишь разные миссии. Выполняешь разные квесты. Можно в команду объединяться. Можно там в ПВП участвовать. Такая какая-то серьезная игруха. Уже, очевидно, вторая ее часть. Почитал и так поют. У нее очень много поклонников. Там даже есть кланы какие-то. Они объединяются. Ну, в общем, open world. То есть большой мир. Хоть там собираете оружие. Выполняете всякие поручения. Можете сами кого-то дубасить. Можете там с друзьями ходить. Набеги совершать. Получаете какие-то там супер-супер-пупер мячи. Молоты. Играете там за разных персонажей. Ну, в общем, игрушка интересная. Учитывая, что она идет на планшете. Опять же, можно пользоваться режиме планшета. В режиме ноутбука. Так, это начало. Как вы тут? А, вот, косите, чтобы пропустить. Давайте, давайте какой-то навалим уже. Повернуть камеру. Ага, вот камера поворачивается. Так, вот я клавиатуркой пользуюсь. Что у нас здесь говорить? Говори. Говори человек. Ладно. Идем. Так, проверим чуть камеру. Вот так лучше. Я понял, 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 понял. Так, что у нас здесь? Супостаты есть. Как их дубасить? Ага, вот. Или вот так. Как бить? Просто нажимаешь на него и бьешь, да? Аджо, аджо, аджо. А, вот. Получай, получай, получай. А я что такое? О, прыжок. Так, поразить несколько врагов. Ну давай, 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 давай. А, могу просто на него нажимать. Буду его дубасить. Сейчас какой-то босс появляется. Дальше не пройдешь. Ничего, черт, давай. Магия. Какая-то фене у меня тут есть. Наваляем, 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 наваляем. Все. Ну, в общем, видим, шорт и хаос тоже идет тут и без проблем. А, вот она вызывается. И закрываем игрушку. И последнее, что у нас тут просили поставить FIFA. Никогда раньше FIFA даже в обзорах не использовал. Очень давно, когда, да. Ну, очевидно, игрушки тоже есть много поклонников. Ну, давайте, запустим FIFA. Где она здесь у меня была? Вот там FIFA Mobile. Тут так интересно управление организовано. Не сразу разобрался. Столько обучений проходишь, прежде чем начнешь игру. Ну, эта игра какая-то замысловатая. Немножко ее как-то, мне кажется, перемудрили, что ли. Ну, давайте попробуем. Но графика красивая. Красивая графика. Действительно, очень, 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 очень даже. Так, дальше. Что тут играть? Забалансировано. Ну, вот что тут, выборы какие-то нет. Чтобы сразу запустить игру. Я там бы уже сам принимал решение. Пасы, удары. А тут еще эти балансированы какие-то... Ну, в общем, намудрили в игре. Кому нравится. Так. Здесь, безусловно, вот здесь уже будем играть в режиме планшета. Так. Как выпасовать? Паса ним. Так. Продолжить. Рывок, 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 рывок. Ну. Ах, забрало меня. Видим, красивая графика у игры. Красивая. Идет она очень хорошо. На высоких настройках. Ну, давай, давай, давай. Отбирайте, отбирайте. Есть. Отобрал. Давай, выноси. Да. Так не получится нахрапом взять. О. Ну. А ну. Ну, в общем, такая игрушка, ребят. Даже повторы тут есть. Ну. Можно играть. Так, закроем ее. Ну что. Подведем итоги. Вы уже видели обзор, который использовался как ноутбук. Теперь видите, как игровая приставка. Опять же, повторюсь. Это универсальное устройство. То есть, рассматривать выгодные капиталовложения. Универсальное. Не просто выбросить деньги на какую-то игрушку. А еще и игровая приставка. И полноценный ноутбук. То это, конечно же, отличный будет выбор. Все. Спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки. И в завершение традиционно всем здоровья. Пока.